Смотрите, ты маленько послушай, пока не работай Вот я показываю вам, ребята, смотрите, вот это вот фрут, это мы сами его делали Издалека нанимали трактор, бульдозер Его на таком прицепе привезли, как его снять? Для него специально подкопы сделали, что он прям скатился на землю И вот этот фрут, который, видите, он когда-то был, я в нем маленький был, тонул, меня вытащили, тонул Но до конца не сумели сделать Вот у нас жил такой подполковник один милиции, дружинин Геннадий Петрович Подполковник Ленинского районного отдела милиции города Барнаула Он всякие пакости делал Я приехал к районному прокурору Риферду Юрию Николаевичу Он показывает целую пачку жалоб Мы кого-то ограбили, кого-то убили, он написал Я сделал там, списали какая-то группа людей, делал такое-то, форма такая-то Они делились от Господа, то есть совершенно рехнулся мужик А что пил? Корешок хрена на 3 литра спирта Я лечусь Он лечил, лечил Ну и что? Господь оторвал ему жизнь Он умер внезапно Как о таких людях говорят, не умер, а по-другому Почему? Если бы он работал, он бы ценил Какое мы дело великое дело У нас как-то тут ставили столбы На линии железной дороги работали Я не знаю, ни чеченцы, ни дегистанцы Ну и приехали сюда к нам, кое-чего купить надо Разговорились, мы говорим, а вы не можете к лагерю столбы посоль Пожалуйста Мы заплатили, они эти столбы в дырки просверлили А мы вручную ставили А с пасынком большой столб, это надо человек 20 поднимать Это очень трудно, потому что он длинный, большой Надо вертикально ставить, чтобы он в яму вошел Ну мы вам рассказали про это, мне, милиционер, да хочу, вы терпите Скажите, мы сегодня ночью утопим здесь пруды, да и все Скажем, утонул Я говорю, да вы еще, ребята Утопим его Видите, как там рассуждают Если пахность не творит, там Симон не будет в этом тепе жить А мы, мы такие, как говорят, лохи Кормим, поим, даем ему добро и все Почему? Потому что надо работать Вот я сейчас одного из ваших гляжу Ребят, я уже не хочу его просто раздавать Вот вы стоите все здесь, не догадайтесь, о том я говорю И вот он вот такой же, Дихом Николаевич запилил А вон туда надо сточить, он вот так вот идет Почти так вот Ну разве так ходит? Ему смешно? Я говорю, а ты бы вот так Я уже показал, это я повтор делаю Я говорю, ты вот такой выдал, схватил и вот так вот побежал Опять, чтобы у тебя кипело все Мне рассказывает одна моя подруга была, тетя Тоня Она на 50-15 лет старше меня была, но до того она была умная Но они были подпольные христиане, это Тихоновцы, истинно православная церковь И вот где-то они молились, у них там какой-то наставник И хозяйка говорит, ну почему наставник у меня вот не получается все А у Тони еще не начнет получается, а он говорит, там назвал я феклу Ты вот до печки дойди и назад А зачем? Ну я прошу тебя, ты дойди до печки Ну и назад подойди Ну еще я печку свою не видала Ну я тебя прошу, ну что надо мной смеяться-то, что я не знаю Представьте, он ее при всем народе уговорит, она наконец пошла Она вот точно та же, вернулась назад Он говорит, понятно Так, Антонина Георгиевна, подойдите, пожалуйста, сюда Она полоса, слушай, наставник Так, до печки дойди и обратно А я 74 Так, вы видели, разница есть и есть, вот потому у нее все и получается Она огонек горит, а ты тухля тянешь Ты уже умер, не родившись К нам в лагерь посылают, когда, я понимаю, так это родители, у которых уже последние надежды Потому что в лагерях, что там делается Там такое блудство идет Девочки на втором этаже, мальчики на первом Или наоборот Утром приходят все на одном этаже спят Это блудилище И мусульмане про это знают Они понимают, что эта земля будет отдана другим, как отец Дмитрий Смирнов говорит Это развратное В армию брать некого, здоровья-то нет, проблудили Раньше человек боялся пальцем прикоснуться Я до армии пальцем не прикоснулся, даже не знал Помню, один раз в 10-м классе девушку прокопил на велосипеде по деревне Это событие было Народ другой был А сейчас ничего они не знают Ни святости, ни целомудрия Поэтому приходят вот такие вот В армию не берут Откосить от армии А у нас наоборот Мы боялись, что в армию не возьмут Я бракованный Меня девушки будут бортовать Я даже где-то не слышу Я маленько палец-то вытащу из уха, чтобы расслышать Глаз не смотрят Я маленько, чтобы увидеть Букву-то, чтобы меня в армию взяли А то у меня брат рассказывает Он говорит, да, мне ладно В стройбат, но взяли В стройбат это советская армия была Но у меня все нормально Я в морском флоте служил Сейчас поколение другое У нас откосить от армии Мы даже не слыхали таких слов Не было этого Мы не знали этого Мой отец инвалид войны Без руки, вот так 10 детей 10 в одной семье И нас везде приглашали что-то делать И он говорит, ты, сынок, так работаешь, чтобы тебя еще раз пригласили Отец, он ничего не мог делать Спасибо, одной рукой-то А потом еще одна рука появилась Уже конкуренция Но никого никогда не нанимали Моего отца Тихона Дмитриевича Почему? Потому что он так пас, что Лучше пости нельзя Он смотрел по часам А какие часы? Часов-то не было А вот солнце, видишь где? Он так шагнет Вот до этого листика Моя тень Раз, два Так, это часа два, ребята Поехали домой Гоните, короче А иногда бывает так Тучи не видно Надо вот так колебаться Что видно, где тень А отец считает Помню, раз Два Три Четыре Пять То есть тень длинная Солнце уже низко Так, поворачивайте домой Надо домой гнать И он знает На какой траве Когда напоить То есть лучше пости Невозможно было И он нас так приучил отец Я вот 40 лет работал печеньком Но работа-то грязная Грязная Но без печки-то никуда Да, вчера мы с вами помогали Цвети помогал Вот Ваня хорошо работал У вас от Вани Вот от два Вани Замечательно работали Кто помогал вчера нам еще? Я Арсений Арсений тоже А работать-то можете Ну давайте пока здесь Мы сегодня только сутки еще Как мы здесь Сутки всего только И сколько мы сделали И отдохнули После обеда будете заниматься Словом Божьим Играть А завтра у нас будет Костер картошка Готовьте песнопение Стихи рассказывать будете У нас девочка одна Которая Тарасия Ее старшая сестра У нее 86 наград На фортепиано играет 86 первые места занимала А ей 12 лет Ты ее увидишь Она что-то сейчас Где-то прыгнула И что-то Ножку подвернула Там растянула Растяжка какая-то У Вани Сестренка старшая Тоже Янафа звать Имена-то какие Янафа А это Ливия Ливия Не Лилия Вот как И ты вот обернешься назад Смотри Посмотри какой Мы пришли тут не пройти Вот сколько сделали Вот это надо все будет Спиливать с лестницы Если мы найдем бульдозер Иначе бульдозер Кабина вот сюда упрется Он ее кабину сорвет с него Вот эти сучки Высокую лестницу И все надо спиливать Убирать И вот смотрите Вот это что Когда мы это сделали Все Вон это Это не пень Это Видишь Вот оно где Это столбы Столбы Это жерди Столб Это значит Вот такой Клен Надо спилить Два метра спилить Потом ошкурить Высушить И поставить его И мы в первый год Поставили 500 столбов Вручную 500 Полтыщи А тут корни А зачем Пруд сделали Чтоб корова не упала А там пруд второй сделали Высокий берег Чтоб кто-то не упал Зимой пойдет И все старались сделать По-честному Перед Богом Потому что никто не знает Перед Богом И нам ездить Теперь и купаться пойдете Здесь купаться будете Каждый день Раз 5-6 в день В воскресенье На лодках будете плавать У нас Раньше тут лошади было Каждый верхом Кто катался здесь Паша катался Вот Он уехал с лошади Раньше было лошадей больше Сейчас техника Понимаешь как Вначале с нуля 24 года Приехали ничего нету 20 лет пустырь Воробьи и зайцы Ну приятно вспомнить А так если я буду стоять И как еще делать Руки назад Кому я нужен такой Руки должны у тебя вот быть Так что подхватить Наверное подхватил Так За работу ребята Пошел Я работаю Родители так как будут рады Что вы приедете другими Вот смотрите В чем Гресси Подгребай А я сам захотел Лагерь в этот поехать Меня не просили Что сказал Сам захотел поехать Лагерь Я не просил Никто даже Я до конца так и не понял Что ты сказал Он сказал Сам захотел Сюда поехать Молодец Ты не просчитаешь Ты когда Будешь писать Как лето провел Ваня Тебе все позавидуют Видишь Конечно Мы могли здесь Носилки взять Но носилки мы не взяли Вот уже есть Пожалуйста И бери руками На полметра Так вот греби А другой хватай С вами Подходи сюда А я буду Подгребать локами Греби Вот И ты Потом увидишь Мы поставим фильмы Это все заснято будет Тебе есть что показать Ты людям возьмешь Визиточку нашу Дашу Вот это ты попал Скажут еще Все было Отдых был Работа была Питание какое у нас Посты соблюдали Православные Православные посты В каком лагере соблюдают Вы сегодня во сколько встали Пять Пять Ну пусть кто посмотрит Пять где встают Мы готовим Новое поколение У нас главный лозунг Какой Давайте Россия Должна Стать Россия Это Мы Вот как Нас могут Нас могут обвинить В экстремизме Там Что нас не касается Мы не говорим Что Россия для русских Россия татарам И евреям Всем нужна Такой богатой земли Таких просторов За всю мировую историю Бог никому не давал И все Потеряли Работать не хотят Рожать не хотят Жениться не хотят Только блудили И выблудили Нам надо жить серьезно Видите у нас грабли одни А еще палочки подкребем Человек Так говорится Вольно Выдумка хитра Вот Все У нас как китайцев Будет много Куда-то еще приедут люди На той неделе Приедут еще Ребята У нас другая жизнь будет Здесь мы будем Тут ведрами Глину таскать Фромбовать Бульдозер наймем Мы вернем пруду Эту жизнь Я когда был маленький Здесь Переплывал И запуталась нога В тени Я начал тонуть Но недалеко Был поле серебрников Он порченный Он меня подхватил Он даже не понял Что я тону Ну я был маленький Может быть лет шесть Мы как купались Плавали здорово Ныряли Вот этот пруд Вот эту ширину Это нужно было Тут потихоньку В воду сесть А там потихоньку На дом в конце Уже из пассины вынырнуть Через пруд У нас был один такой На коне Давай на коне Скачет А он успевал За хвост усыпиться За хвост дернуть И на коня заскачет Он так тебе даст Хвоста не найдешь Батюки такие были Мы этого не могли делать Мы не были такими ловкими Давай Надо пробить Вот эту дорогу Будем так придешь Он будет Вот эту же